Здравствуйте! В студии журналисты медиапортала «Столица Нижней» Сергей Костенко и Светлана Кибалина. И вы смотрите программу со всех сторон в студию, которая приходит только из-за сторонней личности. 139 лет назад началась эра аудиозаписи. Томас Эдисон получил патент на фонограф. И у нас в гостях достойный продолжатель дела Томаса Эдисона, Евгений Афраймович, музыкант и руководитель студии «Музыка.НН». Добрый день, Евгений! Добрый день! Но прежде чем поговорим об этом прекрасном изобретении Эдисона и вообще о музыке, давайте вспомним вашу биографию. Евгений Афраймович – композитор, аранжировщик, звукорежиссер. Создатель музыкальной студии «Музыка.НН». Организатор вокального конкурса «Детский хит». Руководитель отделения звукорежиссуры Приволжской медиашколы. С 91-го года создает рекламу для ведущих коммерческих организаций города. Евгений, вот я сразу скажу, Сергей тоже в числе несведущих был до начала нашей записи. Имя Евгения Афраймовича широкой публике может быть и незнакомо, но когда мы напоем несколько песен, фантастика рядом, реальная мечта, жар птица, птица ранняя и иже с ними. То есть Евгений автор всех гимнов, которые мы слышим каждый день в торговых центрах нашего города. И не только их, и не только их. Евгений, гимны – это ваше все или все-таки вы композитор широкого профиля? Ну, конечно, хотелось бы считать себя композитором пошире. Просто здесь я достиг, конечно, определенного профессионального уровня, потому что у такой музыки у нее есть определенная прикладная задача. Композитор, который пишет музыку просто так, он преследует только одну задачу – вызвать у людей некие эмоции. А здесь нужно уметь вызвать определенные эмоции, создать определенные настроения, определенный образ. Конечно, это какое-то небольшое ограничение, но я все равно получаю удовольствие от этой работы. Сергей, а кто написал эти стихи? Неужели Сергей Михалков? Нет, я. То есть вы соавторы. Вот у меня вопрос тогда. Если вы говорите, что перед вами стоят задачи, в данном случае вы их конкретно выполняете, то есть у вас не вдохновение, а вы все просчитываете эту музыку, да? Не совсем так, не совсем. Начинается сначала со вдохновения. То есть если текст написан, уже первоначальный текст, так не всегда бывает. Иногда музыка пишется вместе с текстом. А если текст уже есть, значит, я на него должен посмотреть, и я должен поймать. Поймать вот некую музыкальную мысль, которая в нем есть. И в хорошем тексте, а Светлана пишет хорошие тексты, да, в них уже какая-то музыкальная мысль просвечивает. И здесь вот важно очень ее поймать, потому что первое впечатление, оно очень важно. А потом уже пишется-пишется музыка, а вот потом начинается проверка, а соответствует ли то, что я написал, вообще вот этой рекламной задачей. Испытания, да, на людях. И как это проходит. Ну вот фантастика, многие же ненавидят нашу песню, но все же знают ее. Если она без конца, вот, например, фантастику проходит. Вот, кстати, тоже вопрос. Это ведь рассчитано на то, что и реклама, и гимны, они постоянно-постоянно крутятся. И как вот сделать так, чтобы они вот, ну, не вызвали отторжения? А так сделать невозможно. Нельзя, ты же ходишь. Невозможно. Дело в том, что все люди разные, вкусовые предпочтения у всех разные. Я уже привык, что всегда найдется 50% людей, которые скажут, о, как круто, а 50% которые скажут, фу, какая гадость. Но с другой стороны, у вас же задача понравится всем, потому что реклама и гимны, они наоборот должны привлекать. Мы нравимся нашей целевой аудитории. Абсолютно верно. Есть целевая аудитория. А как понравится целевая аудитория? Нужно в музыке использовать определенные шаблончики, которые именно этой аудитории приятны. Ну, как та же радиостанция работает, да? Многие ругаются, почему на радиостанции все такое похоже? Вот включаешь... Формат. Формат. А что такое формат? Это именно присутствие неких стандартов, шаблонов, паттернами, их можно назвать, так далее, так далее, которые гарантируются, человеку, который любит эту музыку, ему будет приятно ее слышать. То есть можно устроить даже испытание. Если я хожу по фантастике или другому торговому центру, и мне нравится этот гимн, значит, я пришел в правильное место, значит, это мое место. И центр хороший. И центр хороший. Да, я правильно угадаю? Ну, как сказать, в общем-то, да, конечно. Но нужно понимать, что вас, конечно, этому научили, вас к этому приобщили, потому что закон шоу-бизнеса никто не отменял. Многократные повторения постепенно все-таки приучают. Меняет вкус человека, да? Да, конечно, меняет. Но это так же, как мы в детстве каким-то образом вкусы формируем. Мы же слушаем, слушаем какую-то музыку. И если человек слушает только музыку одного направления, ну, представьте ребенка, который растет в семье, где слушают только шансон. Ну, мы понимаем, какие вкусы музыкальные у него будут. А если ребенок растет в семье и вообще в социуме находится, где он слушает и шансон, и джаз, и поп-музыку какую-то разную совершенно, европейскую, американскую, и отечественную эстраду и так далее, соответственно, его вкус будет шире. Вот к детям. Давай пойдем к детям. Потому что Евгений, он не только идейно вдохновляет и заведует крупнейшей студией музыкой НН в Нижнем, где пустятся и музыкой, и ролики, и там постановки, да, голоса для разных озвучений, но он и всегда с детьми. Конкурс его, детский хит, да, который вы возглавляете. Да, уже два года. И работаете с детьми. Что нужно сделать, чтобы ребенок вырос одаренным? Вот если у него в семье только слушают шансоны, и его уже не переделаешь? Или эти конкурсы могут ребенка развить? Это наш насущный вопрос о системе образования. Но тут все от человека зависит. Я знаю прекрасных музыкальных работников детских садов, которые умудряются в рамках, имеющихся в них рамках, в рамках уже давать детям определенные понимания музыки и так далее, формировать у них вкус. А знаю других работников детских садов музыкальных. Культуры. Которые, да, которые сами имеют такой музыкальный вкус, который очень-очень примитивный, так скажем. Я не говорю плохой, я говорю примитивный достаточно. А вот когда правильно, как поступать? Человеку давать слушать исключительно выверенные классические произведения, которые считаются просто золотым фондом, или разную давать? И послушать, вот вам и шансон, вот вам и классика, вот вам и джаз, вот вам и попсад. А вот вам и симфон джаз. И пусть он сам выбирает. Ну, во-первых, у любой музыки, которая относится к популярной музыке, у нее все-таки есть критерий качества. Вот, вот когда мы говорим о академической музыке, мы такого не применяем. Критерия, а когда популярные, лучше давать качественные произведения. Пусть слушает поп-музыку, пусть слушает. Вот Киркорова я люблю. Замечательно. Ну, слушай. Это качественная считается поп-музыка? А что нет? Киркоров качественная. С точки зрения отечественной эстрады, это качественная поп-музыка. Хотя, если смотреть... С точки зрения мировых стандартов? Да. Хорошо. Есть транснациональная ценность, а есть узконациональная ценность. Конечно, Киркоров имеет только узколокальную ценность. То есть на экспорт не годится? Слушай только здесь. Ну, если бы годился, он бы давно уже там был. У тебя вот дочь есть, небольшая она. Что она у тебя слушает? Она у меня слушает все. Во-первых, она слушает оперной музыки. То есть прямо дома ты включил? Сама слушает? Это она сама тянется? У нас мама оперная певица. А, ну тогда да. И она в «Колыбельных» дочке поет некоторые арии. Репетирует. Да. Более того, дочка уже сама их поет. И очень даже неплохо. Я надеюсь, что она будет петь. А еще, конечно, джаз полегонечку. Что-то такое приятное. Такие легкие-легкие баллады, которые вызывают именно гармоничное такое сочетание. Жень, а какая у тебя есть мечта? Что бы ты хотел написать? У тебя какая-то есть мечта? Может, оперу? Или песню? Я бы хотел написать детскую поп-оперу. Ой, вот видишь, детскую поп-оперу. Да, которую и исполняли бы дети, и для детей. А есть такой жанр? Или это был бы новый жанр? Есть, есть. Но он новый, но он есть. Он есть. Но вы помните, что есть такой жанр? Рок-опера. Иисус Христос, суперзвезда. Да, самая известная. Хотя их много. Емон и овощи. Емон и овощи. Да. А здесь поп-опера, то есть легонькая такая, легонькая для маленьких, на полчасика и так далее. Мне бы хотелось. Я думаю, что я это сделаю однажды. Более того, мне очень повезло. У меня же много учеников. И я их потихонечку беру к себе на работу в студию. У меня очень замечательный композитор. Сейчас появился Оля Веденкина, которая уже занялась этим вопросом. Мы с ней написали несколько детских песенок. У меня в планах есть детский продюсерский центр. Я хочу сделать и заниматься всесторонним развитием детей. Мне это очень интересно. Опять же, о мечте. Вот это тоже одна мечта. Я думаю, что ее осуществлю, потому что, ну, это так между нами, по секрету могу сказать, это еще и моя магистрская диссертация в высшей школе экономики. То есть я к этому отнесся очень серьезно. Жень, мы тебя поздравляем с тем, что ты у нас есть. Потому что чем больше ты будешь писать песен, заниматься с детьми, тем больше у нас будет хороший, веселый, качественный, рекламный и нерекламный музыки. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok